Студия Варгарта и канал Некрофос представляет Иначе мы безнадёжны Автор Влад Райбер Землетрясение было не сильным, магнитудой ниже пяти баллов В маленьком селе в домах скрипели полы и подрагивали окна А в городе неподалёку и не почувствовали никаких встрясок Разве что уличные собаки выли ночь напролёт А утром в полупустыне, что лежало между городом и селом Обнаружили глубокую шахту Один сельчанин спешил в город на работу Да ещё вёз попутчика, но не мог проехать мимо Так был изумлён увиденным Съехал с дороги и пошёл смотреть, что это там такое Попутчик не отставал, ему тоже стало интересно Среди песков и редкой растительности Образовался огромный колодец в земле Диаметром метров пятнадцать Будто ракетная шахта Но внутри никаких конструкций не было Только ровный срез земли Будто тесто стаканом продавили Стенки ровные Идеальный круг Шахта была так глубока, что дна не видно Ближе к полудню на том месте собрались местные жители Никто не мог поверить, что такая дырень могла образоваться всего за одну ночь Что это такое? Явление природы, скорее всего Редкое какое-нибудь Кто-то заметил необычное свойство шахты Если туда кричать, то не слышно эхо Потом люди бросили туда камень А он чуть пролетел вниз На секунду замер в воздухе А потом устремился вверх и выскочил назад За камнем последовали другие предметы Огрызок яблока, палка Но каким бы тяжелым ни был предмет Необъяснимая сила выталкивала его назад Один отчаянный подросток взял, да и прыгнул туда с разбегу Люди ахнули А мальчишка кувыркнулся в воздухе Вылетел на другой край шахты и давай хохотать Другие дети засуетились у края пропасти Но родители хватали их за воротники Об аномалии быстро стало всем известно На место приезжали ученые Смотрели, фотографировали, замеряли что-то приборами К ним люди приставали с вопросами А почему из ям все обратно вылетает? Это что, антигравитация? Антигравитации не бывает Отвечал им исследователь надменно и пренебрежительно Отрицательной массы не существует Отрицательной кривизны пространства тоже не существует Вы, уважаемые, фантастику не читайте Писатели в науке ничего не смыслят В первые дни у шахты никто не дежурил Народ сходился и съезжался отовсюду От колышков и сигнальной ленты не было толку Смельчаки придумали забаву Разбегаться и перелетать через яму Прыгнул, нырнул в невесомость И выскочил с другого края Но за несколько часов Все изменилось Теперь над шахтой нельзя было пролететь А те, кто прыгали, натыкались на невидимую стену Их отбрасывало назад, как батутом В шахте больше не чернела глубина На поверхность медленно поднимался какой-то гигантский шар Черный, гладкий и матовый Люди до ночи светили фонариками в яму Хотели дождаться, что же оттуда выйдет С наступлением сумерек похолодало Да и страшновато было оставаться в темноте рядом с неизвестным Наблюдатели разошлись А ранним утром из шахты показалась Голова Большие черные глаза, губы сердечком Нарисованное улыбчивое лицо Глядело в сторону города Это была голова гигантской матрешки Так ее и назвали Гигантская матрешка Потому что она ничем не отличалась от расписной куклы Только была сплошь черная, а круг лица серый Поднявшись из-под земли Матрешка повисла над шахтой Она была высотой с девятиэтажный дом Почти тридцать метров В нее кинули камешком Отскочил Она и была источником антигравитации Бушевали споры насчет корректности термина Но в итоге так и стали называть это явление Антигравитация А яма оказалась просто ямой Теперь туда камни падали без затруднений И хорошо, что никому в голову не пришло Еще разок в пропасть кинуться Ученые сделали предположение, что шахта образовалась не позавчера Она была здесь очень давно Просто ее покрывала так называемая мембрана Слои грунта висели за счет гравитационного отталкивания И были стабильны, пока не начались подземные толчки Тонкие слои растряслись, обнажив шахту Как давно она появилась в полупустыне, неизвестно Возможно, десятки лет назад Как только матрешка вытянулась в полный рост над широкими просторами В сети стали появляться бесчисленные видео и фотографии Самым популярным стал снимок, где двое парень и девушка стояли на фоне матрешки Эту фотографию показывали в телепередачах Иногда людей на снимке называли молодой парой А один известный ведущий вечернего шоу взял на себя смелость пошутить У девушки такое недовольное лицо, потому что муж обещал ей Эйфелеву башню А тут вот И зрители по привычке смеялись его дурашливой манере Но те двое на фото не были молодой парой И не были супругами А были они сестрой и братом И у девушки в тот день было хорошее настроение Просто она не считала важным улыбаться для каждой фотографии Они приехали издалека, чтобы посмотреть на загадочную шахту, о которой узнали из интернета И вдруг такое Вскоре к матрешке стали стекаться сотни туристов Тут же стояли и фургончики с едой, и автоматы для фотопечати Тогда еще никто не верил, что это не розыгрыш Не верили, что матрешка висит в воздухе сама по себе Не верили, что ученые всерьез заинтересовались аномалией Люди думали, что вот-вот появится разоблачение Думали, что это все авантюра какого-нибудь модного современного художника Только вот при близком рассмотрении на рисунке лица Не обнаружили никаких слоев краски или чего-либо еще Изображения глаз и губ были похожи на естественный случайный рисунок Как черепушка у бражника, мертвая голова Уж не намекаете ли вы, что это нечто, созданное природой? В природе нет ничего, что имеет такие точные формы Но из чего она сделана? Проблема в том, что к этому объекту нельзя приблизиться, чтобы отщипнуть кусочек Даже дроны не могут подлететь слишком близко Их отталкивает Неизвестно, из чего состоит матрешка Но по виду ругообразное вещество Ну, это как морская ракушка Так может быть, это что-то биологическое? Нечто природное, биологическое Случайно похожее на матрешку Звучит абсурдно Однако, до недавнего времени мы и не знали, что могут существовать тела с подобными свойствами Пока мы не можем объяснить ничего Нужно изучать, изучать, изучать Нетерпеливым зрителям были не слишком интересны такие интервью Где люди, близкие к науке, заявляли, что о матрешке пока ничего не известно Куда популярнее были передачи с участием тех, кто якобы знает все ответы На одном ток-шоу случился скандал Там мужчина с пшеничной бородой в льняной рубахе призывал поклоняться гигантской матрешке Это богиня, говорил он Наша богиня, неужели не понимаете? Вы думаете, почему наши предки в древние времена матрешек из дерева вырезали? Это была не игрушка, а идол, образ Наши предки что видели, то и делали Они поклонялись и звали матерью Матрешка значит мать, наша мать, мать нашего народа Вот вы матрешку раскрываете, а в ней другие матрешки поменьше Это ее продолжение Символизм наших древнейших предков, понимаете? Мы все продолжение одной матери матрешки Молодая женщина, подписанная в плашке как доктор исторических наук Снисходительно улыбаясь, поправила собеседника В древние времена люди матрешек не делали Матрешка – игрушка не старая Она относительно недавно появилась, в конце девятнадцатого века Это молодой промысел Да и не резная она, а токарная Специальных станков в древние времена не было И есть такая версия, что прототипом нашей куклы была очень похожа японская раскладная игрушка Мужчина в льняной рубахе почернел от злости и заорал «Ты наши символы своими не называй, ведьма носатая!» Были разговоры и предположения про экспериментальное оружие в период Холодной войны Про забытые подземные лаборатории А тем временем гигантская матрешка переместилась на другое место Глубже в пустыню, подальше от торговых фургонов и шатров, где обосновались ученые Еще спустя какое-то время под матрешкой появилось круглое углубление в один метр и пятнадцать метров диаметром Идеально ровный круг Вот после этого в дело вмешались военные Министр обороны объявил с экранов, что народ с территории пора бы разогнать Он был строг, как отец к своим несмышленым детям Гигантской матрешке приехали несколько зеленых грузовиков Торогашам приказали убираться во своясе А яма под матрешкой сама по себе углубилась еще на метр Очевидно, что формировалась новая шахта И что дальше? Еще одна матрешка Вскоре пошли разговоры о том, что неизвестный объект собираются атаковать Территорию собирались объявить опасной зоной Военные требовали разрешения у правительства дать ракетный залп по матрешке Гигантская кукла хоть и не делала ничего страшного, но создавала впечатление, что вполне способна причинить вред Она давила под собой землю антигравитационным столбом Ради эксперимента под куклу загнали старый легковой автомобиль И его за сутки смяло в лепешку Ученые высчитали, что через месяц под матрешкой будет новая сорокаметровая шахта Дать залп разрешили Всюду вещали, что это ни в коем случае не война с матрешкой А научный эксперимент, выдержит ли объект неизвестного происхождения ракетный удар Территорию оградили Никого на 30 километров не подпускали Подогнали реактивную установку И ударили по гигантской кукле несколькими ракетами Снаряды оставили на поверхности матрешки несколько глубоких вмятин И теперь ее всю покрывала паутина трещин Второй залп решили не давать, а посмотреть, что будет теперь В течение следующего часа матрешка развалилась на куски Вернее сказать, рассыпался верхний ее слой и попадал на землю громадными осколками Но теперь в воздухе висела другая матрешка В два раза меньше, около 15 метров Отличалась она не только размером, но и росписью Кукла была такая же матово-черная Только нарисованные губы на сером лице Были искривлены, как у младенца Который вот-вот заплачет Вместо круглых глаз У матрешки теперь были две дуги вниз И черные лучи ресницы Она будто жмурилась, чтобы сдержать слезы Казалось, что лицо куклы стало подвижным Ресницы и губы заметно дрожали Но это была оптическая иллюзия Дело в том, что сама матрешка вибрировала Тряслась, как барный шейкер, вверх и вниз Спустя час рядом с глазами куклы Возникли два черных мысленистых шарика Ученые отметили, что эта неизвестная жидкость Ведет себя точь-в-точь, как в невесомости Черные пузыри постепенно и неравномерно увеличивались Став размером с футбольный мяч Один из пузырей сорвался и упал В эту же секунду раздался сильнейший грохот Похожий на раскат грома И на сотню километров во все стороны Разлетелась мощная ударная волна Все, кто находились рядом с парящей куклой Попадали на землю У машин потрескали стекла Ограждение повалилось, будто карточный домик В городе услышали этот грохот И ощутили, как вздрогнула земля Спустя минут десять вниз сорвался второй пузырь И все повторилось Оглушительный шум, ударная волна, землетрясение Ученым и военным пришлось перебазироваться на безопасное расстояние Но ни о каком комфорте в наблюдении за объектом Больше не могло быть и речи Дважды в час новые маслянистые капли Падали на землю и создавали мощные встряски В первые сутки официальные СМИ делали вид, что ничего не произошло Полностью избегали темы или делали короткие сюжеты без подробностей Вроде войска продолжают операцию вблизи неизвестного объекта Матрешка В то время как интернат-издание публиковали критические статьи под заголовками Вроде «Военные довели Матрешку до слез» По сети расходились видео плохого качества Матрешку снимали с большого расстояния Но было очевидно, что с ней что-то не так Она стала меньше Она роняет слезы И это от ее плача в городе дрожат стены Черные слезы появлялись неизвестно откуда Будто из воздуха Изучить природу жидкости ученые не смогли Она полностью рассеивалась, как только ударялась о землю И на местах падения не оставалось никаких следов Даже воронок Зато смогли внимательно рассмотреть Осколки верхнего слоя Матрешки Что был разрушен снарядами Биологи утверждали, что Матрешка Не рукотворное устройство По крайней мере, она не была создана литьем Ее вырастили Или она выросла сама Осколки имели биохимическую структуру И до разрушения представляли собой монолитную пластину Вроде экзоскелета насекомого Только в основе ее состава Не углерод, а кремний Антигравитационных свойств у этих осколков не было Силу отталкивания они утратили Отделившись от основной части аномального объекта Более подробно о неизвестном материале Пообещали рассказать После детального анализа Жителям близлежащего города Стало казаться, что Теперь они живут рядом С испытательным полигоном Где каждый час Что-то взрывают Да так, что горшки с цветами падают С подоконников На вторые сутки Измотанные шумом и встрясками Горожане Стали собираться группами на улицах Такого поведения народа Власть имущие боялись сильнее Любой неизвестной аномалии Во всех новостях Официальные лица начали выступать С заявлениями, лозунгами и восторгами Матрешку стали называть опасным явлением А недавний научный эксперимент Превратился в первый успешный этап Устранения неизвестного объекта Каждый чиновник старался уверить людей В готовности государства защищать граждан И призывал радоваться военной силе Иными словами Правители не придумали ничего лучше Чем еще раз ударить по матрешке Ракетами На этот раз кукла не покрывалась трещинами от залпа А просто разлетелась на куски Но и теперь на ее месте В воздухе висела кукла поменьше Около семи метров Нарисованное лицо Показывало глубокую тоску Глаза опущены В них словно блестели Недавние слезы Приоткрытые губы Изображали тяжелый вздох Едва дым рассеялся Матрешка двинулась с места Она летела высоко над землей Направляясь к городу Все военные шатры сдуло ураганом Семиметровая кукла Несла с собой сильные ветра В городе и в селе Сразу ощутили погодную перемену Набежали тучи Порывистый ветер Валил деревья Срывал железные листы С крыш в радиусе Двухсот пятидесяти километров Это продолжалось Пять часов подряд И уже Никакая цензура Никакие запреты Не могли остановить Лавину тревожных новостей Матрешка двигалась Очень медленно За час пролетало километров десять Но вместе с ней Смещалась и область Чудовищной непогоды К вечеру ураган Должен был накрыть Сразу несколько городов Пара десятков человек Уже попали в больницы с травмами Нужно было срочно что-то делать Военным поступил приказ Громить неизвестный объект До полного уничтожения И немедленно Пока матрешка Находится за чертой города Нашлись чиновники Которые забыв о страхе Быть уволенными Выступали против Они уже потеряли веру В то, что все можно Исправить оружием Не надо Остановитесь Гримаса куклы Это предупреждение С каждым разом Становится только хуже Кричал кто-то из них На камеру Но Других вариантов У правительства Не было Парящую куклу Встретили в воздухе Над заброшенными складами Недалеко от города Стреляли с вертолета Хватило всего Одной крылатой ракеты Чтобы разнести Матрешку в пыль Только крохотные части Разлетелись в разные стороны То, что внутри оказалась Еще одна кукла Уже никого не удивило Не такая уж и большая Метра три всего По сравнению с боевым вертолетом Она оказалась Слабой мишенью В воздух подняли Еще две боевые машины Они были готовы дать Второй залп И третий И вообще Сколько понадобится Вот только Матрешка Неожиданно Атаковала В ответ Все три вертолета Были сбиты Звуковым ударом Он был Настолько сильным Что боевые машины Частично разрушились Еще в воздухе Большинство военных Погибли в той катастрофе Но кто-то и выжил Один или два человека Точные сведения Об этом потерялись На фоне суматохи Которая развернулась После В городе Стеклами Внутрь Разбивались окна Звуковая волна Выносила их Вместе с рамами Автомобили Сталкивались На дорогах И сотни Сигнализаций Не могли Переорать Тот Оглушительный Нескончаемый Рев Что издавала Трехметровая Матрешка У людей Лопались Барабанные Перепонки Что-то Постоянно Разбивалось И сыпалось Им на головы Десятки Погибших Сотни Раненых Город Накрыла Паника Пронзительный Звук Накатывал Бесконечными Волнами От него Было Не спрятаться Люди Падали На асфальт Зажимая Уши Ладонями Бесчетное Множество Перепуганных Птиц Летели Куда Подальше От города Трехметровая Матрешка Висела Над Центральной Улицей И Закатное Солнце Подсвечивало Ее Так Что Был Виден Только Темный Зловещий Силуэт Только Утром Мир Увидел Новое Лицо Теперь Уже По-настоящему Опасного Явления Круглые Глаза Огромные Зрачки Открытый Рот Казалось Что Черная Кукла Вопит От Ужаса Никто Не был Готов К тому Что Придется Эвакуировать Целый Город Но К вечеру Следующего Дня В домах И на улицах Никого Не осталось Десятки Тысяч Людей Вывезли Другие Сбежали Сами Даже С затычками В ушах В городе Было Невозможно Оставаться Звуковые Волны Создавали Разрушительные Вибрации Все Что Не могло Разбиться Ходило Ходуном И ломалось Пролетев Всего Пару Кварталов Матрешка Оставалась На месте До Первой Атаки Когда Население Города Было Эвакуировано Матрешку Попытались Расстрелять С вертолета Пулеметной Очередью Ничего Не вышло Кукла Поразительно Быстро Сместилась В сторону От удара На сотню Метров А затем Развернулась Лицом К вертолету И атаковала Его Звуковой Волной Военные Были К этому Готовы И посадили Вертолет Не потеряв Ни одного Бойца Чуть позже Матрешку Сразили Управляемой Ракетой От такого Было Уже Не Увернуться Казалось Все Кончено Над Пустым Городом Осталось Висеть Только Черное Облако От Взрыва Победа Но Нет Новая Матрешка Улетела В другую Часть Города И скрылась Среди Высоких Новостроек Она Была Всего Около Метра Высотой И потому Ее Не заметили Приняв За крупный Осколок И Пока Военные Отчитывались Командованию Об успехе Операции Кукла Со Скоростью Гоночной Машины Летела В соседний Город Первые Жертвы Появились Сразу Как Матрешка Оказалась В жилых Кварталах Она Передвигалась Низко К земле И ломала Под собой Асфальт Антигравитации Там Где Пролетала Кукла Во все Стороны Летели Крупные Куски Дорожного Покрытия И бордюрного Камня Прохожих Как пулями Расстреливал Гравий Автомобили Переворачивались И слетали С дороги Жители В панике Разбегались По домам Прятались В магазинах В кафе Проулках Куда успевали Забежать Матрешка Петляла По городу Будто Стараясь Не пропустить Ни одной Улицы Там Где Она Уже Успела Пропахать Асфальт Оставались Лежать Убитые И раненые В регионе Объявили Чрезвычайное Положение Сюда Стягивали Войска За развитием Событий Следил Весь Мир Правительство Страны Критиковали Нещадно Только и Говорили Что политики Снова Попались В свой Жекапкан Оголтело Пытаясь Решить Проблемы Не умом А силой Сразу Вспомнили Что до Вмешательства Военных Не было Ни одного Погибшего Поэтому Главным Тезисом Всех Официальных Изданий И телепередач Стал Ответ Что Черная Матрешка Была Угрозой С самого Начала Что войска Очень вовремя Начали Атаку Проявив При этом Кстати Немалый Героизм Без Этих Действий Было бы Хуже Угроза Была бы В разы Страшнее Количество Пострадавших В официальных Сводках Занижали Втрое Делали Все Чтобы Сберечь Людей От страшной Правды Но Всеобщая Паника Только Усиливалась Хаотичный Маршрут Матрешки Охватывал Уже Три Ближайших Города Она Металась По улицам Словно По лабиринту В поисках Новых Путей На лице Ее Была Гримаса Тревоги Выпученные Глаза Плотно Сжатые Губы Можно Было Подумать Что Она Испуганно Суетиться В поисках Укрытия Но Несла Лишь Смерть И Разрушение Военные Пошли На хитрость Заминировали Одну Из улиц Где Матрешка Еще Не Появлялась План Сработал Кукла Подорвалась На минах И Ее Вдобавок Пришибло Рухнувшей Стеной Дома И Минуты Не Прошло Как Из-под Обломков Выскочила Новая Кукла Размером С Человеческую Голову Она Пылала От Гнева Ее Нарисованное Лицо Было Искажено Гримасой Злобы Рот Приоткрыт Зубы Сжаты Злые Блики В темных Глазах Брови Нахмурены А Черная Поверхность Матрешки Отливала И Светилась Красным Жаром И на ней То и дело Вспыхивали Языки Пламени Как на Раскаленном Металле Кукла Провисела Над разрухой Несколько Минут А когда В нее Снова Попытались Выстрелить Умчалась За горизонт Оставляя За собой Лишь Огненную Борозду Матрешки Металась Из города В город Деревянные Постройки Вспыхивали Металлические Плавились Военные Не собирались Заканчивать Бой Прошел Слух Что если Внутри Малой Матрешки Есть еще Одна То Последнее И ее Уничтожение Будет Окончательной Победой Слух Не был Ничем Подкреплен Но он Давал Хоть Какую-то Надежду В творящемся Кошмаре Разрушении Смертей Малую Матрешку Подстрелил Снайпер Из Противотанковой Винтовки И в ту же Минуту Был убит Новой Крохотной Матрешкой Размером С пулю Никто Не видел Каким Было Лицо Этой Куклы Она Двигалась Быстрее Ракеты И оказалась Неуязвимой Для любого Оружия Летела Она Целенаправленно В военную Технику В армейские Отряды И в каждого Кто бы не Взял в руки Оружие Крошечная Кукла Создавала Крупные Антигравитационные Вихри Целись В один Танк Матрешка Губила Десятки Безоружных Людей Что стояли Рядом Необъяснимое Опасное Явление Больше Не было Проблемой Одной Страны Зона Ее Полета Стал Весь Мир С неба Падали Самолеты Гибли Арми Гибли Полицейские Гибли Лидеры Государств Пытаясь Спрятаться За спинами Вооруженных Людей За два Месяца Мир Затянуло В пучину Разрушений И больше Никому Не приходило В голову Попытаться Остановить Это С помощью Оружия Возьми Хоть Самый Плохенький Пистолет И тут же Станешь Мишенью Крошечная Матрешка Ненавидела Оружие Но Даже Соблюдая Священное Правило Выжившие По-прежнему Были В опасности Маленькая Черная Кукла Продолжала Летать Вокруг Земного Шара Пронзая И убивая Города Брат Брат и сестра Ехали На Раздолбанном Пикапе До тех пор Пока Не Закончился Бензин После Они Еще Долго Шли По степи Желая Добраться До Того Самого Места Они Диву дались Когда Увидели Что степь Вокруг Шахты Превратилась В густой Сад Молодых Деревьев И цветов А Сама Шахта Была Покрыта Куполом И Встретил Мужчина Одетый Как Пеший Турист Кто Вы Спросил Он Дружелюбным Тоном Случайно Сюда Забрели Год Назад Мы Были На этом Месте Ответил Молодой Человек Может Быть Вы Нас Видели Нас Показывали Везде Ну Нашу Фотографию На фоне Матрешки Помните Мы Надеялись Что встретим Тут Кого-нибудь Из правительства Или Ученых Подхватила Девушка Думали Вдруг Кто-нибудь Остался Здесь И Продолжает Изучать Это место Мы Не ошиблись Похоже Да Тут Ничего Не изучают А Просто Живут Мы Найдем Для вас Места Внутри Если Хотите Работать На Благо Всех Занятий У нас Много Есть Правила Любое Оружие Запрещено Хотя Если вы Сюда Дошли Значит У вас Его Нет Драться Тоже Нельзя Мы Стараемся Мало Разговаривать Друг с Другом Чтобы Избегать Разногласий Каждый Живет В Отдельном Помещении Тем Кто Нарушит Правила Придется Уйти Путники Кивнули Почти Унисон Их Пригласили Внутрь Купола В шахте Построили Что-то Вроде Винтовой Лестницы Укрепили Стены Бетоном Обустроили Комнаты Здесь Была Вода И Электричество Все Работало На Генераторах Внутри Было Не так Много Людей Но Каждый Был Занят Какой Нибудь Работой Гости Наблюдали Как Два Верзилы С Угрюмыми Лицами Случайно Столкнулись На Лестнице И Тут Ж Стали Виновата Клонить Головы Друг Перед Другом И Шептать Извинения Простите Простите А Потом Разошлись Брат И Сестра Нашли Дела С Которыми Смогли Бы Справляться Молодой Человек Работал В саду И На Ферме Высаживал Овощи И Фруктовые Деревья Девушка Занялась Ремонтом И Обслуживанием Насосов Что Откачивали Грунтовые Воды Чтобы Шахту Не Затапливало Жизнь Матрёжи 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 Матрёжей Автор Влад Райбер Озвучил Валерий Равковский Голос канала Некрофос И канала Варгард История Написана В 2021 В 2021 году. Субтитры создавал DimaTorzok Иначе мы безнадежны.